Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашки Ивич Анна. Называю, показываю 4 сорта томатов, которые показали хорошую урожайность в теплице. И также в конце видео озвучиваю, почему некоторые сорта высокорослых томатов формируют плоды достаточно причудливой формы. С чем это связано и что с этим можно сделать. Первый сорт томатов, о котором я говорю в этом видео, коллекционный, носит красивое название Сибирский тигр. Если посмотреть по внешнему проявлению окраски плода, то для Сибирского тигра характерно наличие у плечек автоматов красивых фиолетовых полос. Сорт Сибирский тигр американской селекции в качестве селекционера выступил Марк Маккаслин. Плоды характеризуются плоско-округлой формой. В разрезе они имеют порядка 6-7 семенных камер. Семена достаточно крупные, соответственно, кусты достаточно крупные, индетерминантные, которые требуют постоянной формировки для того, чтобы урожайность была на приемлемом уровне. По массе плоды от 150 до 250 грамм, конкретно в данном случае плод 170 грамм. Вкус у сибирского тигра приемлемый, традиционный томатный, с хорошим сочетанием как кислоты, так и сахара. Поэтому обязательно присмотритесь к данному сорту у себя на последующие годы выращивания. Второй сорт томатов тоже из категории коллекционных сортов. Носит красивое название Мятежный звездный истребитель или Первый звездный истребитель. Селекционер Раскроу, американская селекция. Что характерно для данного сорта? Это крупноплодный сорт, масса плодов порядка 270-300 грамм. Плоды мясистые, небольшое количество семенных камер. Соответственно, количество семян будет у них также незначительно. Семена достаточно крупные. Кусты высокорослые, индотерминатные. Необходимо формировать на протяжении всего вегетационного периода. Сравнительно небольшая способность у них образовывать новые пасынки. Поэтому Мятежный звездный истребитель относится к тем сортам томатов, которые не требуют постоянного ухода. У меня в руках первые плоды, которые я сняла с куста томатов, звездный истребитель. Если вы присмотритесь к последующим сформированным плодам, то они более правильной, сердцевидной формы. По вкусу данный сорт томатов типичный помидорный с легкой кислинкой. Третий сорт томатов, о котором стоило бы упомянуть в этом видео, относится к категории томатов гномов или томатов низкорослых, детерминатных. Носит этот томат красивое название гном-малиновая нерка. Как я уже говорила, кусты ограниченного роста, не требуют формирования, не требуют постоянного посынкования. Это куст типа гном. Также для него характерно наличие темно-изумрудных красивых морщинистых листьев. По форме плодов плоды плоско-округлые, темно окрашенные в малиновый цвет. По вкусовым качествам малиновая нерка, так же как и все томаты, имеет характерно помидорный вкус, с хорошим содержанием сахаров. Иными словами, это достаточно сладкий, насыщенный помидорный томатный вкус. Также следует упомянуть, что гном-малиновая нерка относится к крайне спелым томатам. Поэтому обязательно обзаведитесь данным сортом для выращивания у себя на приусадебных участках. Последний сорт томатов, о котором я говорю в этом видео, относится к сортам сибирской селекции. Это коммерческий сорт с красивым названием конек-горбунок. Плоды достаточно характерные. Напоминаю, действительно по форме морского конька. По массе плоды небольшие, 120-150 грамм, достаточно плотно в разрезе. То есть данный сорт томатов идеально подходит для цельноплодного консервирования. По срокам созревания конек-горбунок относится к средне спелым сортам. Он индотерминатный. В теплице достаточно приличных размеров, от 1,5 до 2 метров. Для открытого грунта 1,20-1,30 метра. Завязываемость плодов для конька-горбунка в моей теплице была отмечена как хорошая, равномерная. И созревание плодов также хорошее и равномерное. Поэтому вот такой замечательный сорт томатов называется конек-горбунок. И в конце видео, как обещала, рассказываю, почему у крупноплодных сортов томатов зачастую плоды формируются в таких вот причудливых, нестандартных форм и очертаниях. Это все связано с теми процессами, которые происходят у томатов во время цветения. Во время цветения формируется пыльца, которая при оплодотворении впоследствии превращается в завязь, а из завязи формируются семена. После того, как сформировались завязи и начинают формироваться из завязи семена, под каждые семена у томатов формируются определенные отверстия, которые называются семенные камеры. В зависимости от того, какой сорт, какая сортовая специфика семенных камер может быть 2-3 и так далее. И если по каким-то причинам часть пыльцы не оплодотворилась, завязи и семена впоследствии не образовались, то семенные камеры будут семенами не заполнены, то есть они будут пустыми. И вот картина. Когда у вас одна семенная камера заполнена семенами, а вторая семенная камера рядом находящаяся не заполнена семенами, и следующая семенная камера заполнена семенами, то те семенные камеры, у которых есть семена, они начинают нарастать на ту семенную камеру, у которых этих семян нет. И таким образом, когда нет семян в семенной камере, то ее как бы обрастают те семенные камеры, у которых есть семена. И за счет этого образуются различные деформации у плода. Как правило, это характерно для первых плодов, которые завязываются, когда наши сорта томатов находятся в середине лета, то есть в самые жаркие дни, когда стерилизуется часть пыльцы и не формируются семена. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, что это видео для вас было информативным. Всего вам хорошего. До новых встреч на канале Процветок. Процветок 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 Субтитры создавал DimaTorzok